ПОМЕЩИК Я читал все, что было в городской библиотеке по два раза. В книжном новой продукции не было, а тут как назло отключили интернет. Чтобы спастись от скуки, я решил навестить бабушку, живущую в селе Ивантеевка, за 300 километров от нас. Думал, поживу недельку, все равно каникулы. В деревне свежее молочко, чистый воздух, чудесные виды, просто благодать. Первые два дня я даже забыл про тренировки. Ходил, любовался, сходил на покос, помахал косой. Вечером я сидел с местными, мы играли на гитаре и обменивались новостями. Проснувшись утром, я понял, что не стоило так много обмениваться. Сельский самогон не пошел на позу самочувствию. Часа три я лежал, вставая только за тем, чтобы выпить молока. Ближе к полудню меня отпустило. Я вышел во двор, сделал несколько отжиманий. За неимением штанги взял топор-колун и начал разминаться с дровами. Часам к пяти я переколол всю кучу и решил сделать пробежку по пересеченной местности. В качестве маршрута я выбрал дорогу, уходящую в лес. Десять километров в одну сторону, небольшой отдых, прогулка по лесу, потом обратно. Летний лес был просто прекрасен. Вот только бы еще все владельцы покосов скашивали траву вовремя, а то бежать по пояс в траве – никакого удовольствия. Пробежал я больше десяти километров, немного увлекся, но от планов совершить пешую прогулку с плеером и фотокамерой я не отказался. Шел я долго. Постепенно стали пропадать дубы и осины. Начался ельник. Я вышел на берег незнакомой речушки, от души напился и прилег отдохнуть. Проснулся я от холода. Вокруг была темнота, где-то ухали ночные птицы. Умывшись, я побрел назад. Наверное, бабушка уже заволновалась. Для храбрости я включил плеер на полную громкость и кричал во всю глотку любимые песни. Я понял, что заблудился, через полчаса брожений, вернувшись к реке. Собой не было никакого компаса. Индикатор сети в телефоне стоял на нуле. Воспользоваться встроенным навигатором тоже не вышло бы. Карту местности я не закачивал. Проклиная пробежки, я пошел строго прямо. В европейской части России сложно не выйти на какое-нибудь поселение, так что все было нормально. Примерно в час ночи я вышел на разбитую дорогу. Это было уже лучше. Все дороги начинаются из поселений. Заканчиваться они могут где угодно. В другом поселении, на лесной поляне, в местах заготовки леса. Но начинаются только в поселениях. Через пару километров я заметил впереди силуэт человека. Рассудив, что лучше двигаться вдвоем, я быстро догнал его. Это оказался мужчина лет 35, выцветший в военной форме, очень старого образца и с закрученными усами. На левом боку висела сабля, на правом – кобура. Есть ли в ней оружие? Я не заметил. Было темно. Судя по виду, какой-нибудь ролевик. Несмотря на странный вид этого человека, я решил к нему обратиться за помощью. Прошу прощения, не подскажете, где находится ближайшее поселение? Ближайшее поселение? Я как раз направляюсь к нему. Село Никитское. Составите мне компанию. С удовольствием, ответил я удивленно. Что-то было в его речи странное, словно в фильмах про Российскую империю. Позвольте представиться. Тимофей Терентьевич Никитин. Отставной военный. Он протянул руку, предварительно сняв белую перчатку. Николай. А отчество? Николай Александрович. Прекрасная погода. Не правда ли, Николай Александрович? Да, вот только поспать не мешало бы часок-другой. Да и есть хочется, знаете ли. Постепенно я включился в его игру и начал изъясняться в стиле Мармеладова. Тимофей Терентьевич не удивился. Принял мою манеру как должное. Через некоторое время он спросил меня. Простите мое любопытство. Но что за веревочки свисают у вас на груди? Это, любезный Тимофей Терентьевич. Новейшее изобретение японского гения. Я решил подыграть этому ролевику, так вошедшему в раж. Музыкальный плеер. Теперь музыка записывается не на большие граммофонные пластинки, а на маленькую коробочку. Столь же маленькие динамики воспроизводят ее прямо в уши. Не правда ли, забавная вещица? Вы позволите? Помещик, как я его про себя назвал. Протянул руку к наушнику. Да, разумеется, любезный Тимофей Терентьевич. Я протянул ему наушники вместе с плеером. Минут 15 Никитин слушал музыку, держа плеер аккуратно, словно драгоценность. Потом с сожалением вернул. Забавная музыка. Необычная. Тимофей Терентьевич рассказывал много интересных вещей. Он отлично владел своей ролью, знал наизусть историю начала 20 века, но только до 15-го года. Прекрасно владел латынью. Рассказывал забавные истории с фронтов Второй Отечественной войны. Я не сразу понял, что так он называет Первую мировую. Видно было, что человек основательно подготовился к своей роли отставного штабс-капитана. Постепенно мы дошли до Никитского. Слева показался погост и фамильные склепы. Помещик объяснил мне дорогу до Ивантеевки и свернул влево. Тимофей Терентьевич, куда же вы? Домой, голубчик. Домой. Меня уже супруга заждалась. А вам удачной дороги. До дома оставалось 7 километров. Часть пути я пробежал, часть прошел пешком. Когда я заходил во двор, уже занимался рассвет. Я уснул на крыльце, не желая будить старушку, которая давно уже спала, судя по выключенному свету. Через два дня я наведался в Никитское. Уж очень красивые там были склепы. Заходя в один из них, я увидел надгробие. Никитин Тимофей Терентьевич, 1881-1915. Никитина Екатерина Павловна, 1886-1915. Внутри было сухо и уютно. На двух каменных надгробиях были выбиты портреты умерших. На одном из них я без труда узнал своего ролевика. А перед отъездом я зарядил плеер, сложил зарядное устройство и наушники и вернулся к склепу. Все это я оставил у надгробия помещика, коим он и являлся при жизни. Также я написал записку, где объяснил, как пользоваться устройством. Надеюсь, он найдет розетку хотя бы в сторожке на кладбище. И надеюсь, что такой милый человек сможет договориться со сторожем. Призраки Опишу несколько случаев, произошедших с разными знакомыми мне людьми. В пригороде Якутска живет мой друг с женой и двумя детьми. Дом, в котором они живут, очень старый, еще в сталинской постройке. Что там происходило, неизвестно. Но в совмещенном санузле на стенах выбои над пуль. Так вот, друг рассказывал, что у него в квартире живет призрак, маленькая девочка в белом одеянии. Сам он видел ее с детства, поэтому смирился. А вот его жена, еще не будучи женой, видела ее всего пару раз. И каждый раз у нее случались истерики. Согласитесь, что не очень приятно пылесосить комнату, оглянуться на шорох и увидеть, как черные волосы скрываются под кроватью. Сам друг рассказывал, что иногда она приходит во снах и делает всякие гадости, может положить паука на грудь и тому подобное. Ее видели везде, но в одной комнате она появлялась практически постоянно. Это была проходная комната с пианино. Я даже специально жил у него в этой комнате, надеясь увидеть эту девочку. Но за полгода так ничего и не произошло. Ни во сне, ни наяву она так и не явилась. Снимали мы как-то с женой частный дом. Дом был большой, три комнаты и кухня. Площади огромные, да и не старый дом, а относительно новый. И владельцы только одни, они же его и строили. По роду деятельности я очень часто уезжаю в командировки, и жена с ребенком жили там вдвоем. За это время, что мы снимали этот дом, я выезжал два раза, и каждый раз по приезду жена рассказывала мне о странностях, происходящих в доме. Расскажу вам о паре самых непонятных случаев. Отдав сына матери, жена поехала на работу. Приехав с работы, открыв дверь и зайдя на кухню, она увидела, что вся посуда, какая была, стоит на полу, не лежит, а именно стоит. И видно, что ставили аккуратно, ничего не разбив. Она подумала, что это отчим решил приколоться, взял у мамы ключи и расставил посуду, собрала и забыла. Только потом отчим сам удивлялся этому рассказу и категорически отрицал, что он подобной глупостью занимался. Был еще такой случай. Приехал к ней брат, посадили они сына в машину, вышли из дома, заперли дверь, проходят мимо окна. И тут в окно начинают стучать из дома, хотя там никого не было. Убежали оттуда быстро. Как только приезжал я, все прекращалось. Я не могу понять, что со мной не так. Как только я рядом, всевозможная чертовщина перестает проявляться, хотя до этого происходило регулярно. В итоге мы съехали из этого дома. Его сняли наши знакомые, которые не побоялись наших рассказов и очень быстро съехали оттуда после одного случая. Девушка, проводив детей в школу, мужа на работу и убравшись, закрыла дверь, прилегла отдохнуть и услышала в зале шаги. Перепугалась не на шутку, конечно. Вдруг воры, а она-то дома, неизвестно, что могут сделать. Лежит, чуть дыша, и тут в комнату заходит мужчина. Простой такой мужчина. Молча садится на кровать и начинает эту кровать трясти. Некоторое время потряс, потом все так же молча вышел из комнаты в зал. И два шаги стихли, девушка вскочила и кинулась к двери. Все закрыто, окна целы. В общем, в дом никто не смог бы проникнуть. После этого они и съехали оттуда. Вот мне интересно, откуда в еще не старом доме могли взяться призраки и почему я сам лично ни разу их не видел, хотя очень хочу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...